Руководитель полетами на связи. Открыть небо над аэродромом Иваново-Северный. Есть. Пилотажная группа. Доварищ губернатор, небо открыто. Без преувеличения, самый массовый в регионе военный праздник на аэродроме Северный впервые прошел не в субботу, как изначально было запланировано, а в воскресенье. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Как оказалось, это решение было верным. В итоге весь праздник сопровождала солнечная погода, да и на количестве участников и зрителей перенос сказался только положительно. Для меня большая честь разделить этот торжественный момент с вами лично и поздравить военнослужащих 650-го центра боевой подготовки и 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с наступающим днем военно-воздушных сил России. Для Ивановской области проведение праздника «Открытое небо» стало доброй традицией. Основной идеей праздника всегда была и остается демонстрация мощи российской армии, патриотизм и гордость за свою родину. Организаторы праздника не ставят перед собой задачи удивить зрителей. Это получается само собой. Выставка военной техники традиционно собирает целую толпу из детей и их родителей. На этот раз фурор произвели танки Т-72Б. Их облюбовали не только мальчишки, но и танкисты постарше. Военные молодцы, вон новую технику, как говорится, притащили. Есть на что посмотреть, есть чего потрогать, полазить. Я вот, допустим, с удовольствием второй раз в жизни залез в танк. Первый раз в детстве, а сейчас вот на склоне лет. Бронемашину «Тайфун» на выставках военной техники увидишь нечасто. Все-таки находится на службе у спецподразделений. Но на открытом небе и она открыта для зрителей. Бронированный автомобиль «Капсула» уже многократно проявил себя в боевых действиях за границей Российской Федерации. 16 человек экипаж, то есть он размещает себя. Очень мощное, очень патриотично. Малышам интересно, да. Или папе больше интересно. Больше малышам, ну и папе тоже. Армия уже давно не повинность служить по контракту стала не только престижно, но и интересно. На праздники можно было не только узнать все о службе, но и познакомиться с новейшими образцами вооружения. Не смог пройти мимо и губернатор региона. Искатель неконтактных жирных устройств предназначен для поиска противотанково-противопехотных мин, а также для определения мин, в составе которых имеются микросхемы, полупроводниковые элементы или пайка. Окисель, металл, окисел. Ты что-нибудь понял? Ну и конечно самое яркое событие открытого неба 2019 уникальное выступление пилотажной группы «Русь», старейшей авиационной группы высшего пилотажа в России. Пилоты эскадрильи единственные в стране летчики, выступающие на реактивных штурмовиках Л-39 «Альбатрос». Красота и грациозность этих железных птиц, а также мастерство пилотов не требуют комментариев. Просто смотрите. Пилоты эскадрильи единственные в стране летчики. Пилоты эскадрильи единственные в стране летчики. Пилоты эскадрильи единственные в стране летчики. Наталья Букарина, Михаил Кенбуров, РТВ Иваново.